Июль месяц для специалистов, отвечающих за выдачу сертификатов о прохождении централизованного тестирования в Брестском техническом университете и университете имени Пушкина, ажиотажным не назовешь. И для этого есть свои причины. В связи с давно установленными правилами, выдачу документов разделили по разным аудиториям, чтобы сократить очереди и наплыв абитуриентов. Однако люди идут. Например, Никита Супрун решил забрать свои сертификаты в первый день. Поступать юноша планирует в Брестский технический университет. Буду поступать в Брестский государственный технический университет по специальности природоохранной деятельности. Выбрал эту специальность, потому что люблю природу. Задавал предметы белорусский язык, русский язык, математика, физика. Не всеми результатами, конечно, доволен. Можно было бы и лучше, но что есть, то есть. Трудности были по физике и математике. Очень сложные задания. Без подготовки с репетиторами почти невозможно решить. 2022 год внес в систему выдачи сертификатов свои нюансы. Теперь паспорта и сертификаты с отметкой прохождения экзамена недостаточно. Абитуриенту необходимо иметь при себе тестат об образовании. В остальном же механизм выдачи остался прежним. При получении сертификата необходимо будет предъявить паспорт, документ об образовании, то есть, попросту говоря, аттестат и пропуск по прохождению ЦТ с отметкой тестирования прошел. При условии наличия вот этих вот трех составляющих, соответственно, выдается сертификат централизованного тестирования под подпись лично абитуриента. И, соответственно, так скажем, с 14-го числа по 16-е число все пункты будут работать с 9 утра до 17-ти вечера. С 18-го числа, то есть, когда уже начнется подача документов, соответственно, будут работать с 9 утра до 18-ти вечера параллельно, как приемная комиссия. Несмотря на то, что до начала приема документов в ВУЗы еще есть время, желающих получить сертификат сразу, как только это возможно, в Бресском государственном университете имени Пушкина предостаточно. Все организовано на высшем уровне, абитуриенты заходят, предъявляют документы, удостоверяющие личность, документ, как правило, это аттестат о среднем образовании и пропуск на централизованное тестирование. Абитуриенты заходят по 5 человек, проходят к тем операторам, которые выдают сертификаты по централизованному тестированию. На входе у нас есть средства, есть маски, есть вода для абитуриентов, поэтому все организовано на должном уровне. Пришедшие за сертификатами молодые люди серьезны и сосредоточены. Оно и понятно. Первые эмоции после того, как стали известны результат ЦТ, уже прошли. Теперь все мысли о том, куда именно подать документы. Когда я сегодня забрала сертификаты по этим трем предметам, я испытываю радость, но с другой стороны страх перед какой-то неопределенностью, что будет дальше. Я собираюсь поступать в этот университет на юридический факультет. Мне нравится эта специальность, я люблю изучать законы и хочу в будущем быть адвокатом. Я получила сертификаты и я чувствую облегчение, потому что целые два года готовилась, очень долго, и тут уже все, конец, и я очень рада. Буду поступать в Гродненский медицинский университет на факультет лечебного дела. Задавала ЦТ, не сильно довольная результатами, поэтому выбрала именно Гродно. Довольно-таки была тяжелая ЦТ в этом году. Думала, что сдам намного лучше, но как получилось, так получилось. Напомним, что срок действия сертификатов результатов централизованного тестирования два года. Это значит, что воспользоваться ими можно будет и в будущую вступительную кампанию.